Царь Небесный Отешитель Дух истинный Ты везде есть, весь мир наполняешь Сокровищница благ и жизнеподатель Приди, селись в нас и очисти нас от всякой скверны И спаси благой души наши Господи, именем Иисуса Христа Просим Тебя благословить наше занятие И не допустить нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прибудь с нами и в этот воскресный вечер Приготовь сердца наши к внимательному слушанию Слова Твоего Наполни наши сердца верой всему тому, что бы мы здесь не услышали И притвори услышанное нами в конкретные добрые дела, соделанные с любовью в Духе Святом Просим Тебя, Господи, даровать нам дара развлечения духов Духов заблуждения, духов антихриста Чтобы быть внимательными и осторожными, чтобы не уклониться никуда от истины И следовать строго по окровавленным стопам Твоему, Господи Ибо Тебе мы славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 6 глава с 5 по 7 стихи Так, минутку опоздавшие тут просят подключиться Субтитры создавал DimaTorzok Итак, послание к римлянам 6 глава с 5 по 7 стихи Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его То должны быть соединены и подобием воскресения Зная то, что ветхий наш человек распят с ним Чтобы упразднено было тело греховное Дабы нам не быть уже рабами греху Ибо умерший освободился от греха Толкование Не сказал приобщились подобию смерти его Но говорит соединены Указывая словом соединение на плод смерти Христовой в нас Тело Христово, погребенное в земле Принесло плод спасения Поскольку же мы Погребены в воде, а Христос в земле И при том мы Погребены для греха А он и телом То не сказал смертью Но подобием смерти Сейчас подключу я его сам Давай Поэтому мы будем общниками и воскресения Наследуем жизнь вечную Как показавшие воскресения Состоящие в добрых делах Ветхий наш человек То есть порочность Распят с ним То есть подобно телу Христову Погребен в крещении Чтобы упразднено было тело греховное То есть слагающееся из разных видов порочность Или склонное ко греху тело наше Почему и присовокупляет Дабы нам не быть уже рабами греху Желаю говорить Чтобы тело было мертво Не в том смысле Чтобы истребилось Но в том Чтобы не грешило Ибо умерший освободился от греха Это говорит о целом человеке Как умерший освободился от греха То есть избавился Свободен Так и ты Крестившийся И умерший для греха Оставайся Мертвым Вопросы Нет вопросов Нет вопросов И вот не раньше Не позже Вот Сегодня Благовествовали в чат рулетки И благовествовал с одним молодым юношей Он говорит Я крещеный В сознательном возрасте Родители его привели Привели в церковь А я Говорит Ну Против не был Я говорю Как вас о жизни изменилось после крещения Он говорит Я встретил девушку Правда она мне потом изменила Ну Я говорю Как Ну вот он в блуде Жил с ней Она ему изменила До свадьбы Они жили То есть Совершенно Зачем крещение Продимал человек Непонятно Здесь же мы считаем Толкование Что человек В крещении То есть Тело у него Становится мертвым Для греха То есть Его Невозможно На грех Соблазнить Ну как Ты вот Мертвую Девушку На грех Никак Все Она мертвая А здесь Наоборот После крещения То есть Человек Впадает В смертный Грех И Причем Он за грех Его не считает То есть Крещение Сподвигло Его Вот И причем Беспокаянный Напрочь Абсолютно Не хочет А как Я узнаю Будет она мне верна Или нет Надо до свадьбы Перепробовать Со всеми Так если Надо до свадьбы Уже с тобой Ложиться О какой Верности Речь И ты Такой же Делаешь Ничего То есть Люди Напрочь Не знают Ни Библию Ни толкования Ни смысла Крещения Уже Вот написано Мертвый Для греха Как во Христе Все мы Умираем Мертвый Для греха То есть Все Что бы Он не Предложил Сатана Мертвый Все Мало того Быть мертвым Для греха Нужно Еще Воскресность Для жизни Во Христе То есть Просто Не грешить Этого Недостаточно Нужно Еще Делать Добрые Дела Соделанные В Духе Святом С любовью Сегодня В храме У нас Была Прекрасная Проповедь Игнати Тихонович Не удержался Много лет Молчал О развлечении Духов И дары Духа Сегодня Читали Какие дары Духа Святого Одним И тем же Духом Дары Кто Может Вспомнить Или Назвать Это Первое Послание Коринфянам 12 Глава То есть Это По теме Потому что Не просто Нужно Умереть Для греха В крещении Нужно Еще И Искать Себе Вот эти Таланты Искать Дары Потеряевки Занятий Нет Ничего Нет Знаний Нет Тьма Тянущая Суеверие Хотя Евангелие Читает Все Каждый День Самый Самый Распространенный Дарь Это Знание Языков Все Говорят Ну Еще Пророчество Вера Да Вера То есть Мы Должны Верить Если Может Так Выразиться Что Веру Мы Не Сами Поверили А Бог Нам Дал И Мы Должны Ему Быть Благодарны За Эту Веру Нашего Ничего Нет Все От Бога Вот Все Таланты Нам Должны Мы Должны Быть Благодарны Богу За Его Доброе Деяние За Его Благодать К нам В том Числе И Вера Он Веру Дает Не Мы Ее Никак Не Сами По Себе Мы Не Можем Ее Приобрести Да Мы Свободны В Выборе Свободны В Выборе Между Добром Злом Между Грехом Праведностью Но Без Веры Если Ты Не Веришь В То Что Ты Воскреснешь И Будешь Отвечать Пред Богом И Пойдешь В ад Или Врай Это Невозможно Да Брат Володя Первый Калифин В 12 Главу Полностью Говорит О Дарах Какие Дары Бывают Какие Господь Дает Ну Я Это Да Я Это Назвал Да Мы Сегодня Зачитывали Дар Веры Совершенно Верно То есть Неверующие Люди Они Хоть и делают Добрые Дела Но Они Не В Духе Святом Соделаны И Кришна И Добрые Дела Делают И Мусульмане И Все Там Вот Но Они Не Ради Господа Они Делают Эти Добрые Дела Поэтому Ну Вот Пример Например Голодного Накормить Доброе Дело Да Все Скажут Бесспорно Доброе Дело Он Ну Вот Так Внуку Сделали Операцию Сказали Бабушке Строго Настолько Не Кормить Иначе Умрет А Ее Жалко Его Стало С Миром Баба Я Их Хочу Она Взяла Его Накормила Внук Умер Доброе Дело Сделало Или Худое Вот Рассмотри В Духе Святом Я Сделала Ну Как Я Аж Хотела Как Лучше Внучика Покормить Убила Внучика Добрым Делом Своим Откуда Ты такой Пример Только Взял Дар Рассуждения Не Было У нее Дар Рассуждения Это Наставник Наш Игнаин Тихонич Такие Примеры Рассказывает Не знаю Почему До сих Пор Не Слышал Сказочные Какие Примеры Есть Такой Есть Пример Мы Тоже Слышали В нем С Эпидицитом Бежал Да Нельзя После Обильной Пищи Нельзя В пост Впадать День На Пять Например Тоже Плохо Может Быть Не Может Быть А Скорее Будет Так Дар Рассудительности Тоже Должен Об этом Не Говорится В 12 Дар 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 Языков Правильно Брат Заметил Дар Растолкования Языков И Самый Главный Дар На Те Остальные Дары Дар 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 Убийца От Начала Не Исповедуют Хоть бы Они Добрые Дела Делали Хоть Голодных Кормили Дух Антихриста Дух Ложи Я Сегодня В чат Рулетки Спрашивал Многих Верите Что Христос Воскрес Верю А Что Вы Воскрес Не Верю А Как Дух Антихриста В нем Или Что Или Как Христос Воскрес Мы Все Пасха Христос Воскрес Спасибо Люди Отвечают Или Там Как Анекдота Брежнев И Там Небо Доложили Что Он Воскрес Веры В Это Нет Сережа А Что Тут Экспериментировать Если Если Человек Не Верит Во Христа Он Мертвец Все Мертвец Кто Не Верит Во Христа Мертвые Просто Какой В них Дух Зараза Смертная Дух Антихриста Значит Они Против Христа Кто Не С Нами Тот Против Нас Кто Не Верит В этом То Вся И Сложность Оставаться В этом Миру С Такими Мутантами Зомбами Жить Среди Них И Стараться Сделать Так Чтоб Они Ожили Просить Господа И Проповедовать Хотя От Нас Не Зависит От Твоей Проподине От Моей Все Бог Взращивающий Но Если Говорить Не Будешь Тем Более Ничего Не Будет Они Как-то Должны Себя Начать Искать Эти Люди Вспомни Себя Как Ты Начал Искать Где Ты Услышал Что-то И Пришел На Занятия И так Далее Все Постепенно Кто-то Должен Быть Господь Нам Это Оставил Поприще Нести Спасительное Слово Людям Как Он Нес Вот Смотрите Вот Мы Сейчас Читали Что Если Мы Умерли Со Христом Где Мы Умерли Мы В Крещении Умерли То Веруем Что И Жить Будем С Ним Как Жить В Духе Святом Дары Духа Святого Как Узнать Ожил Ты Не Ожил Умер Ли Для Греха Если Ты Грешишь И Во Грехе Живешь Никакой Смерти Речи Жить Духов Духовной Смерти Смерти Для Греха Вернее Не Духовной Смерти Смерти Для Греха Речи Быть Не Может И Вот Некоторые Спрашивают А как Родился Я Свыше Или Нет Мертв От Мертв Можешь Отличить Конечно Можешь Так же И В Духовном Плане Вот Нам Сестра Екатерина Скидывает Первая Коринфина 12 Глава Значит Дары Святого Духа Дары Святого Духа Которые Мы Получаем В Крещении То Есть Они Каждому Не Обязательны В Одном Все То Мы Члены Тела Христового Каждому Какой-то Дар Дан Кому-то Один Кому-то Два Кому-то Полтора Но Их Нужно Просить И Развивать Значит Дары Святого Духа Двоеточие Слово Мудрости Слово Знания Чем Мудрость От знания Отличается Казалось бы Слова Синонимы Объясняю Знающий Знает Как Из ямы Выбраться Как Лестницу Смастерить Как Забраться Мудрый Знает Как В эту Яму Не Попасть Яма Это Грех В Духовном Плане Он Всегда Мудрый Наставник Тебя Предупредит Женщина С одной Не садись Вино С ней Не пей Все Знающий Он Согрешил Иди На Исповедь Он Знает Как Плач К К Сим Олезь Такой Пример Дары Исцеления Тут У нас Иконы Чудотворные И Целители Есть Но Есть И бабки Шептухи К ним Понятно Не надо Ходить Они Исцеляют Хотя У них Иконы И свечки Но Шипаточки Трипаточки Сейчас Не об этом Дары Исцелений Но Это Исцеление По вере Вот Я По себе Могу Привести Пример У меня Сын Заболел И я Верил Что Бесы Изгоняются Молитвой Ипостом То есть Я вернее Не верил Что у него Болезнь Я верил Что Беснование Я постился Молился По вере Верил 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 Вот Прям Такая Вера Была Вот Второй Раз Когда он Заболел У меня Такой Веры Не было Хотя Он Тоже Исцелился Ну Не знаю Надолго Или Нет Но Бес Нападает На него Это Вот Как У Шизофреников Весеннее Осеннее Обострение Это Просто Как Лунатики Но Именно В Полнолуние Бес Делать Чтобы Творение Божие Хулилась Луна Также И Весна Осень Чтоб Хулилась Обострения Такие Бывают Не знаю Почему Так Дьявол Делает Именно В эти Времена Года Заходит Значит Дары Исцеления Чудотворения Чудеса Сплошь И Рядом Мы Просто Уже Глаз Наш Замылен Чтобы Отвыкли Эти Чудеса Замечать Вот Молились Бог Услышал Чудо Ну Как Чудо Слава Богу Сестра Там Живая Осталась Или Там Еще Значит Дары Пророчества Дары Развлечения Духов Вот О чем Игнает Тихон Сегодня Пропроведь Говорил Брат Вспомнил Игорь Дыбунов Дары Разных Языков Сейчас Этот Дар Уже Упразднен Он Не Нужен То есть Евангелие Переведено Практически На Все Изыки Уже Нет Надобности На Иных Языках Вот А Истолкование Этих Языков Ну Тоже В свое Время Вот Эти Дары Были И Христиане Даже Некоторые Превозносились Этими Языками И Тоже Ни к чему Хорошему Не Приводило Потом Апостол Павел Примеряет Итак Понятно Что значит Жить Для Бога Тот Живет Для Бога То есть Умереть Для Греха Перестать Грешить Это Пол Дела Нужно Жить Для Бога Жить В Духе Святом Для Этого Мы Дары Духа Святого Себе Должны Изыскивать Или Выпрашивать У Бога Ничего Такого В этом Греховного Нет Потому Что Плотского Просят Все Дай Квартиру Дай Жилье Дай Машину Дай Жену Дай Мужа Доброго Дай Здоровья Детям Еще Что То В Пути Сохрани Все Это Хорошо И Непредосудительно Просить У Бога Но Здоровье Это Все Временное А Духовного Здоровья Не Всякий Просит И Вот Эти Дары Дар Пророчества Дар Мудрости Дар Истолкования Языков Все Это Просите У Бога Особенно Дар Развлечения Духов Обманывают Сегодня Сплошь Рядом К маме Моей Пришли Мошенники Два Дня Назад Полторы Тысячи Ремонта Они 25 тысяч Запросили У нее Хорошо Она Потом 10 300 Она Уже Согласилась На 10 300 То То Она Понимает Что Он Врет Он Стоит Перед Нем Он Говорит Он Как Загипнотизировал Чуть Было Деньги Не Отдала Мошенники Вот Значит По Прочитанному Есть Вопросы То Есть Жить Для Бога Надо Еще Себя Ну Дите Батюшка Она Говорит Ну Дите Лень Для Бога Жить А Для Себя Это Пошел Ты Сделал Там Все А Вот Для Ближнего Для Бога Потрудиться Это Вот К Этому Нужно Себя Подталкивать Нудить Себя Вот Но Рожденное От Бога Дитя Божие Он Всегда Отцу Хочет Угодить Это И Понятно Римлянам 6 12 Итак Да не Царствует Грех В Смертном Вашем Теле Чтобы Вам Толкование Желаю Показать Что Мы Удерживаемся Во Власти Пороков Ненасильно И Принужденно Но По Собственному Произволу Не Сказал Да Не Тиран Стует Но Говорит Да Не Царствует Ибо Царство Есть Удел Имеющих Волю Выражением Жив Смертном Вашем Теле Во Первых Показал Что Неприятное Для Тела Непрочное Ибо Тело Подвержено Смерти Так Что Не Должно Услуживать Тел В Удовольствиях Ни Трудное Ни Постоянно Так Что Не Должно Бегать Прискодного И Подвигов Против Удовольствий А Во Вторых Напоминает Нам Что Смертность Есть Последствия Греха И Унушает Не Раболепствовать Уже Греху Как Причиняющему Смерть Каким же Образом Царствует Грех Если Повинуемся Ему В Похотях Его Телесных Так Что Не Тело Причиняет Вред По Естеству Своему Но Повиновение Греху Заметь Благодать Христову Адам Согрешил Хотя Имел Тело Несмертное А Мы Побеждаем Грех В Смертном Теле То Есть Тело Болеет Страдает Вы Знаем Вот У У Нас По Статистике На первом месте Сердечная Недостаточность И онкология На втором Отчего Эти болезни Сердце Не успевает Кровь Прокачивает Давление Лишний вес Грех Чревоуводие Объедение Тело Болеет Страдает Никак Не может Все Тело Виновата Нет Потворство Греху Дьявол Предложил Ну Покушай Там Еще Там Курочку Вторую Третью Съешь Согласился Стал Рабом Этого Объедения Объелся Отравился Значит Все Тело Отравлено Тело Болеет Тело Виновата Нет Грех Ты Виноват Ты Не Сказал Нет Ты Повиновался В похотях Его Этого Греха Этого Чревого Воде Объедения Сластолюбия Вот Проси Сам не могу Дьявол Одолевает Не помогает Вали Братьев Есть У меня Опыт Такой Мучает Меня Подходит Вот Далее Значит То есть Виноваты Не тело Которое Болеет А виноваты Мы Вот Игнать Тихонич Когда Что-то Начинается О болезнях Говорить Вот Почему Я Не болею А потому Что Хватает Мудрости И силы Сказать Греху Нет Вот Это Удовольствие То есть Поесть Подольше Поспать Как у нас Бабки Любят Внуков Ешь Больше Спи Дольше Вот У них Вся Любовь Такая Не Любовь Это Любвизм Вот Не Чтобы Сказать Внучек Давай На пробежку Там Свежий Воздух Зарядку К ростам Спортом Займемся Или На добрые дела Пойдем На благовестие Еще лучше Евангелие Раздавать С первого По девятый Этаж И глядишь Уйдет Все Лишнее И здоровье И здоровье Появится Как Прекрасны Ноги Благовестующих Мир Благовестующих Благое Римлянам Есть средства К добродетели И пороку Как Меч Для Воина Служит Орудием Для Оружием За Граждан А у Разбойника Он Есть Оружие Против Граждан Не Предавайте Членов Ваших Греху В орудие Неправды Ибо Кто Грешит Тот Несправедливо Поступает Часто И в отношении Ближнего И Всегда В отношении Самого Себя Но Представьте Себя Богу Размышляя Какое Различие Между Богом И грехом И кому Лучше Подчиняться Греху Который Умертвил Или же Богу Который Оживотворил Сказав Что Члены Суть Орудия Неправды Показал С одной Стороны Что Тело Как сказано Выше Не есть Что-нибудь Худое Когда Может быть Орудием Правды А с другой Что Наступила Брань И что Нам Нужно Находиться Под Предводительством Бога И взять Оружие На защиту Души Своей Такое Интересное Толкование То есть Тело Наше Это Вот Как Инструмент Правильно Мечом Можно За Граждан И Против Граждан Разбойник Граждан Убивает Полицейский С этим Мечом Он Их Защищает От Убийства Вот И Власти Эти От Бога Им Дано Оружие Чтобы Они Зло Наказывали А Добро Поощряли Так Так Тела Наши Мы Должны Использовать Для Служения Богу Через Знания Через Знания За Которыми Мы Сюда И Пришли Через Знания За Которые Мы Сюда И Пришли Да Да Вот Дары Знаний То Есть Не Зная Мы Что Делаем Согрешаем Согрешаем Потому Почему Потому Что Не Знаем Почему Не Знаем Тут Не Хотим Знать Вот Очень Много Людей Вот Сейчас Летки Благовествуем Не Хотят Ничего Знать Такое Безразличие Теплохлавность Поражает Вот Хотя Что Сам Такой Же Был Жил Для Себя Вспоминая Вот Наслаждался Жизнью Полоскими Временными Удовольствиями Вот Далее Апостол Павел Пишет Римлянам В 14 Стихе Грех Не Должен Над Вами Господствовать И Вы Не Под Законом Но Под Благодатью Толкование До Пришествия Христова Говорит Тело Ваше Было Удобо Победимо Для Греха Тогда Не Было Еще Ни Вспомоществующего Духа Ни Крещения Могущего Умерщвлять Грех Поэтому И Закон Предписывая Что Делать Не Преуспел По Пришествии Же Христовом Борьба Борьба Сделалось Легче Почему И Подвиги У Нас Как Получившие Больше Помощи Труднее Грех Укрепляет Для Будущего Пример Псалом 50 Чем Вызван Покаянием Не Противостал Давид Хотя Написано Духа Святого Не И Ме От Меня Но До Христа Вот Эта Благодать Его Не Могла Удержать От Дух Смертных Грехов Прелюбодеяния И Убийства Взял Чужую Жену Да Еще И Мужа Этой Жены Отправил На Войну Чтобы Его Там Изничтожил Враг После Пришествия Христова Благодать У нас Действует Она Укрепляет Мы Знаем Что Христос Прожил Безгрешную Жизнь Что Он Умер За Нас Воскрес Апостол Павел Призывает Подражайте Мне Как Я Христу Сам Господь Говорит Будьте Святы Как Я Свят У Нас Есть Пример Для подражания Христос Первенец Из Мертвых Смерть Уже Невластна Над Ним Мы В это Верим И По Вере Нашей Которую Даровал Нам Господь Бог Мы Можем Противостать Греху А Раньше Толкователь Говорит И Не Могли Не Могли Вот Царь Давид Даже В Духе Святом Не Удержался Да И Сегодня После Крещения В Житиях Святых Описано Святые Люди Ну Смотришь Монах Там Пал Там Пал Или Еще Что Там Да Мало Того Убил Потом С Кем Пал Блуд Но И Покаяние Потом Было То есть Господь Не Без Милостив Это Не Значит К тому Что Можно Грешить А Потом Кается Это К тому Что Даже Если И Согрешил Не Отчаивайся Согрешить Дело Человеческое После Пришествия Христова Безусловно Действует Благодать Благодать Помогает Нам Бороться Со Грехом Но Человек Сам По Неродению Своему Не Пользуется Этой Благодатью Впадает В Грех Но Господь Значит Да Брат Говорим И Про Сегодняшний День Напомнил А Как Приобретать Дары Духа Святаго Это Только Если Ты Рожден Свыше Крещение Принял Истинно А Сейчас Крещение Это Даже Нет Истинного Не То Что Катехизации Поэтому И О Каких Дарах Можно Говорить Ну О Каких Дарах Можно Говорить Катехизации Нет Веры Нет А Если Веры Нет То Что Ты Можешь Эти Дары Получить И Они Тебе Может Быть И Ненужны Раз Ты Не Веришь Во Христа Рас Пятого Воскреша А Креститься Зачем Мальчик Зачем Ты Крестился Ну Родители Повели Меня Я Б Он Не Против Зачем Я Венчался Сколько Мне 24 Года Б Родители Повели Но Я Не Против Хотя Я Вообще Понятия Не Имел Семейной Жизни Православной Да Брат Я Сегодня Тоже В чат Рулетки Встретил Одного Человека Мужчина Такой С Бородой Два Года Уже Как Неверующий А До Этого Я Молился За Других Людей А За Себя Никогда Не Молился Он Даже Не Исполнял То Что Господь Просите Да Ну Будет Вам Зачем За Себя Молиться У Меня Все Есть А За Детей Которые Больные Я За Них Молился А Господь Не Отвечает Значит Его Нет То Я Такой Гитл Вывод Дел Я Думаю Еще Что Все Поэтому И Люди Не Хотят Заниматься Словом Божьим Почему И Даже Простое Толкование Филакта Болгарского Они Не Могут Его Начать Изучать Они Будут Жития Святых Изучать Будут Пушкина Изучать Достоевского Мастера Маргариту А До Слова Божьего Так И Не Дойдут Хотя Библия Понимают Библия Новый Завет Евангелие Носят На руках Делают Его Огромным Золотым Даже Духа Нет Который Принял Святого Который Принял Слово Божие Отдал Душе Человеческой Ну Брат Игорь Всегда На каждом Занятии Понуждает Нас Читайте 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 Да И Аминь Если Мы Не Читаем Мы Не Знаем Не Зная Согрешаем Согрешая Погибаем Сегодня В чатрулетке Процентов 80 Наверное Мне Ответили Что Они Читали Библию И Из Этих 80 Процентов Ни Один Не Мог Привести То Что Его Коснулось Или Запомнилось Либо Они Мне Лагали Что Читали Ну Либо Вот Не Коснулось А Почему Не Коснулось Брат Иногда Им Кажется Что Они Читали Они Прям Верят И Читали Это значит Может быть Один раз Два Открыли И все То есть Не то Что Они Прочли Библию От Корки До Корки 77 Книг Почти 1500 Страниц Без Молитвы Такое Чтение И Кто Затронет Без Молитвы Читает Не Понимает Потому Духа Святаго Не Дает Бог Читает Не Понимает Не Хотят Наверное Понимать Или Или Что Или Открыли Ну Я Не Понимаю Закрыл Положил Вот Помните Как Сережа Вот Сережа Мы Вот С братом Сделали Маленький Такой Как бы Эксперимент Ну Провели Я Взял Бингур Книгу И Мы Прочитали Там Первую Главу С ним И Я Взял И Начал Ну Спрашиваю Вот Ты Вот Сейчас Вот Первая Глава О чем Она Говорит Там Джабраил Гора Там Джамбан Там А Манитяне Мавитяне Ты Что Себ Представляешь Он Говорит Я Не Знаю Где Ефрат Где Это Тигр Протекает Там Это Все Объясняется То Сначала Книги Бингур Объясняет Знание Палестины Должно Быть Этот Человек Был Географически Подкованный Полковник И Вот Мы С Братом Достаем Географический Атлас И Начинаем Разбирать Где Это Все Находилось И Тогда Перед Нами Другая Картина Предстает Ну Кто Этим Занимается Кому Я Говорю А если Брат Представляет Он О Так Это Уже Интереснее Становится Я Говорю Вот Видишь А Так Я Говорю Я Тебе Прочел Вот Ты Сейчас Чет Для Тебя Галиматья Какая То Да Ну Да Получается Так Понимаешь Люди Они Смотрят Книгу А Видят Фигу Я Больше Чем Уверен Что Большинство И Находящихся Здесь Точно Так Же Никто Не Читает Сатлас Или Постоянно Непонятное Все Почему Вопросов Никто Не Сдает Потому Что Знаний Маловато Чтобы Задавать Вопросы Нужно Много Знать И Тогда Спрашивать А почему Так А не Так А так Прочитали Тебе Ну Прочитали И все Ты Сидишь Потихоньку Думаешь Умный А на самом деле Ничего Нет В голове А брат Владимир Теперь Может Показать Палестину Где Она Находится Хотя Бы На Карте И В каких Сандалиях Господь Ходил Так В Библии Есть Там Карта Я Всегда Карту Рассматриваю Здесь Простой Ответ Читаю Господь В Евангелии Так Сказал Просите Дано Будет Вам Ищите Найдете Стучите Отворят Вам То есть Если Трех Нет Значит Ничего И Нет Да Еще Сказано Блаженные Алчущие Жаждущие Правда Если Он Не Алчить Не Жаждет Но Неблаженный Значит Благодати Нет Он Не Хочет Его Свободная Воля Заключается В том Что Он Сам Себя Не Вмещает Солнце Не Виновата В Том Что Оно Не Обогревает Кого То Он Светит Для Всех Одинаково Также И Свет Христов Виноваты Те Которые Сами Очи Смыкают Не Хотят На Это Солнце Взирать И Любоваться Его Сиянием Купаться В лучах Его Теплоты И Любви Поэтому Ну Что Наше Дело Все Таки Светить Вы Свет Миру И Господь Нам Повелевает Это Делать Вы Соль Земли Никто Не Ставит Свечу Под Кровать Вот Поставили Под Кровать И Этим Кичаться И Господь Разрушил В свое Время Во Времена Революции Эти Монастыри Храмы И Вечи Божией Послал На Этих Думающих Что Они Верят А вера Это Была Не Евангельская Вера Была Вот Такая Вот Свечка Под Кроват И Очень Часто Я Верю Зачем Я Изучник Сегодня Я Библию Показываю Зачем Ты Мне Ты Ты Я Я Язычник Своей Верой Ты Не В Меня Ты Своим Он Сразу Раза Смущался В Каких Богов Веришь Бог Солнце Бог Земли Бог Неба Бог Посмотрите Вячеслав Ролик Интересно Такая Беседа Я Я Язычник Расскажи Мне О Своих Богах Я Читал Об этих Богах Мерзость Блуд Один Творят Эти Всякие Нептуны Перуны Читать Противно Они Молятся Поклоняются Выдумка Все Это Сказки Дедушки Бонзая Нету Никаких Богов Так Дальше Читаем Римлянам Шестая Глава Пятнадцатой Шестнадцатой Стихи Что же Станем Ли Грешить Потому что Мы Не под Законом А под Благодатью Никак Неужели Вы Не знаете Что Кому Вы Отдаете Себя В Рабы Для Послушания Того Вы Рабы Кому Повинуетесь Или Рабы Греха К Смерти Или Послушания К Праведности Толкование Всегда Апостол Всегда Предлагает Апостол Такие Возражения Почему И Приводит И Решает Их Как Поступает И С Настоящим Возражением Отвечая На него Никак Потом Доказывает Что Для Нас Не Трудно Не Грешить Представьте Внушает В уме Своем Что Лучше Быть Ли Рабами Греха Предавшись Ему По своей Воле Это Значит Отдаете И Получить В награду Смерть То есть Вечное Наказание Ибо Грех Адама Породил Смерть Телесную И Временную А теперь Совершаемый Грех Подвергает Человека Вечной Смерти То есть Вечному Наказанию Или Повиноваться Богу И получить Награду Праведности Проистекающие Из нее Благо Действительно Но Это вот Мы Верим Что Вслед за Грехом Вечные Мучения А если Он Не Верит То Ты Ему Хоть Кол На Голове Теши Ешь Пей Гуляй Веселись Ибо Завтра Умрем Умрем И ничего Не Будет Так Какой Смысл Тогда Во всех Этих Отказах От Удовольствий Если Не Верить В Воскресение Тел Живи Греши Убивай Воруй Грабь Прелюбодействуй Наслаждайся Завтра Умрем Успевай Бери От Жизни Все Лозунг Сегодняшней Молодежи Неверующая Естественно А Когда Человек Прочет Библию Верует Что А Зачем Быть Рабами Греха Я Вот Вчера Или Когда Иду Смотрю Женщина Идет Толстая Толстая И пакеты Тащат Тяжелые Тяжелые Но Видно В них Что Еда С Магазина Идет И так Вот Ей Тяжелая А она Не Может Она Раб Греха Дьявол Ее Запрек И Прет Сумки Эти Тащат С Продуктами Все На Унитаз Все На Жир Все На И в конце Смерть Убрет От Ишемии Какой Какой-то Недостаточности Сердечной Не Понимая Человек Я Когда-то Тоже Это Не Понимал Да И до Сих Пор Иногда Бывает Прости Господи Искушение В Римлянам Благодарить Потом Вы Стали Послушны Не По Принуждению Но По Собственному Сердечному Расположению Поэтому Не Возвращайтесь На Худшее От Которого Отстали Вы Добровольно Доказательстве Того Что Хотя Бы Они Сами Пришли Но Все Это Зависело И От Благодати Божия Присовокупил Предали Себя То Есть Богом Наставлены На Образ Учения Какой Же Образ Учения Жить Благочинно И Благоустроенно То Есть В Таинстве Крещения Мы Отрекаемся От Дела Греховных И Обещаемся Богу Доброй Совести Совести Это тот Участок Души Через Которую Сослышится Голос Божий Добрая Совесть Это Когда Мы Слышим Что Нам Бог Говорит Со Страниц Библии И И И И И Совесть Наша Нас Не Осуждает Мы Живем Праведно Вот Если Где-то И Согрешили Потому Что Природа Наша Человеческая Конечно С Адамом Первородный Грех Он В И После Крещения Бывают Падения И Человек Опять Кается Но Суть Не В Этом Мы Предали Себя Добровольно Мы Отреклись И Взяли Иго Христово Служить Богу В Крещении Обещали Богу А Раз Обещали Надо Выполнять А Не Получается Выполнять Просить У Бога Помощи Опять же Бог Я Обещал Тебе Но Не Получается Помоги Что Как Найди Мне Срочки Священного Писания Которые Меня Взбудоражили Уснувшего Во мне Совесть Опять Почему Я Не Иду На Благовестие Почему Я Спылю Долго Почему Объедаюсь Почему Я Не Знаю Там У Каждого Свои Я Грехи Знает Батюшка Нас Учит Наш Отец Реким Вы На Исповеди Не Перечисляйте Грехи Одни И Те Вы Возьмите За Один Пост Один Грех Выбери Для Себя Один Грех И Начни С ним Бороться С одним Со Всеми Грехами Сразу Одновременно Бороться Очень Тяжело Ты Их Все Сразу Не Побежи Их Много А Ты Поодиночке Вот Как Дьявол Как Дьявол Вот Он Ему Надо Что Поражу Пастыря Рассеются Овцы Все Овцы Рассеялись Он Слабенькую Цап Сарап Волчонок Съел А когда Увцы Вместе С пастухом То он Боится Волк Дьявол Подходить Так же И мы Должны С грехами Бороться Его же Методами Взяли Один Грешочек Положили Его На Лопатки Придушили Придавили Заморили Постом И молитвой Все Дальше Сереж Ну это Как Ты Так Рассказываешь Прям Приятно Как будто Ты Первосвященник Если у тебя Если у тебя Еще грехи Есть И ты Потом Идешь Исповедаться А ты Только С одним Грехом Поборолся Там И положил Даже Его На Лопатки То Остальные Грехи Тебя Притянули К чему К ответу То есть Ты не можешь Тогда иметь Таинство Со Христом Каяться Надо Во всех Грехах Все равно И Да Ну То есть Ты понимаешь Меня Да Как Это Теоретически По одному Греху Там Большой Камень Там А маленькие Камни Разбросаны Везде Это грех Маленький А большой Вот взял Взяла Женщина Это мы знаем Эту притчу Ну а так Ну как Ну Брат Что такое Покаяние Покаяние Это твердое Намерение Оставить Этот грех Это Истинное Покаяние Покаяние Ложно Это ты Признаешь Что это Грех Но Твердого Намерения Этот грех Оставить У тебя Нет У тебя Не хватает На это Мужество Решимости Веры И силы На данный Момент Ты Этот момент Откладываешь Дьявол Тебе говорит Завтра С понедельника Начнешь Проститься С понедельника Начнешь Рано Вставать С понедельника С понедельника С понедельника И у тебя И у тебя Этот понедельник Длится Годами И это Называется Запинающий Грех Да Ты в нем Каешься Но ты Не собираешься От него Избавляться Ты его Каждый раз Тащишь На исповедь С собой Каждый раз В нем Каешься Я не говорю Что в нем Не надо Каяться Но ты Будь честный Перед собой А Искренное Или мое Покаяние Или ложное Собираешься Нет Пока Не собираюсь Ну тогда Что его Называть Я с ним Еще Не борюсь А ты Обязан Все грехи Называть Что-то Ты придумал Новое Какое-то Из Где написано Что я Обязан Их Называть Я Обязан У них Каяться И оставить И в Крещении Ну Конечно Кайся Это Есть Когда Ты Каешься Перед Христом Ты Перед Христом Стоишь Ты Говоришь Те Грехи С которыми Ты Не можешь Справиться Я Стою Перед Христом Говорю Господи А то Что ты Когда Ты Его Поведишь Ты Можешь Его Никогда Не Поведить Дело То Не В Это Дело Все В том Что Ты Верующий Уже Ты Верный Верный И Теперь У тебя Отпадение От Господа Потому Что Ты Вот Здесь Согрешил И Теперь Что Присоединиться К Христу Ты Обязан Просто Это Таинство Исповеди Вот Чем Дело Почему И говорят Бабушки Некоторые Ой Ой Там Не Дописала И Там Бежит Быстренько Дописывать Вот У нас Надежда Васильевна Постоянно Опять Что Так Что Так Я Тут Забыла Еще Грех Так Вспомнила А Что Подслушала По Дверью Кто-то Видать Громко Там Плакал И Она А Такая Прям Соскочила А может И нет Может Случайно Так Что Это У меня Тоже Согласен Я Сейчас Не об этом Брат Я Говорю Об Истинном Покаянии То есть Ты стоишь Перед Христом Говоришь Господи Прости Я Больше Так Не Буду А Сам Точно Знаешь Что Ты Так Дальше Будешь Зачем Тогда Договорить Зачем Бога Обманывать Зачем Себя Обманывать Зачем Смысл Ну Победишь Ты Этот Грех Тогда Ты Его Назовешь И С победой Выйдешь С Исповеди Очищенный И Прощенный А Так Ты Непрощенный А Так Ты Недостойно Причащаешься Может Быть И Может Смерть От Того Из Вас Многие Больные Немало Умирают Не Россия Христос Ополняю И Стою И Вру На Исповеди Господи Прости Я Больше Так Не Буду Зачем Врать Зачем Смысл В Этому Вранье Не Ну Ты Все Ты Доказал Молодец Не Надо Врать Ну И Все Следующий Раз Искренне Кайся Спаси Христос Аллилуйя Я Точно Так Поступаю Я Тоже Эти Мысли Даю Постоянно Фильтрую Я Искренне Каюсь Или Нет А То Что Там Дальше Запинающий Нас Грех И Так Далее Ну Апостол Петр Говорит Братья Ну Это Не Приключение Для вас Какое-то Необъяснимое Огненное Искушение Не Страшитесь Его Дальше Вставайте Идите Христос Ждет Вас Он Не Для Того Пролил Свою Пречистую Кровь Чтобы Вы Нюни Разводили Вставай Вперед Давай Дальше На Благовестие Иди Какой бы Там Грех Не Был У тебя Так Игнать Тихо Ничего Что-то Дополнить Хотите Или Руку Тянете Или Мне Кажется Нет Да Идем Дальше Еще У нас Пять Минут Потом Вопросы Так Далее Да Показал Руку Нет Он Махнул Махнул Вы Махнули Или Руку Протянули Показалось Что Вы Руку Тянете Нет 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 Ничего Благодарю Сестры За Бдительность Но Дойдем Дальше Римлянам Шестая Глава Восемнадцатый Девятнадцатый Стихи Освободившись От греха Вы Стали Рабами Праведности Говорю По Рассуждению Человеческому Ради Немощи Плоти Вашей Как Предавали Вы Члены Ваши В рабы Нечистоте И Беззаконию На дела Беззаконные Так Ныне Представьте Члены Ваши В рабы Праведности На дела Святые Толкование Два Благодеяния Получили От Бога И Освобождены От такого Бесчестия И Стали Рабами Праведности Что Составляет Для вас Великую Славу Потом Желая Сказать Чтобы Римляне Так Служили Богу Как Служили Греху Предварительно Замечает Говорю По Рассуждению Человеческому То есть Предлагаю Нечто Низкое Недостойное Предмета Соразмерное Вашей Немощи Ибо Надлежало Показать Несравненно Большую Меру Служения Богу Нежели Греху Но по Немощи Своей Говорит Предоставьте Хотя бы Равную Меру Заметь Как Ясно Показал Наше Добровольное Равство Сказав Ныне Представьте Члены Ваши Сами Говорит Делая Себя Пленниками Вы Подвергались Нечистоте То есть Прелюбодеянию Любодеянию Делам Самым Постыдным И что Говорю Об одной Нечистоте Вообще Всякому Беззаконию И при том Врабы Беззакония То есть Чтобы еще Более Беззаконичить Ибо Совершив Какой-либо Грех Вы Не Остановились На том Но в этом Самом Нашли себе Побуждение К дальнейшему Беззаконию И так И как Вот сейчас У Златовуста Это Есть Делал То То А теперь То То Делай Делал Вот Так А теперь Вот Так В противовес Кто Помнит Желающие Ну Я Я Стал Домоседом Я Стал Больше Встречаться С такими Людьми Которые Любят Слово Божье Ну Или Ходил К тем Которые Мои Старые Друзья Были Ну Обошел За Полгода Никого Не осталось Из друзей Практически Ну Зато Новых Приобрел Вот Так То То есть Раньше Ты ходил Соблазнял На грех А сейчас Соблазняешь На святость Ходишь На благовестие Раздаешь Евангелие Прекрасный Пример Многие Водили тебя По местам Искавшие Нечистоту Там Блуд Или Волшебство Что-то Там Чем Кто Чем Занимался А теперь Противодействуешь Дай Аминь Аминь Володя Давай Дорогий Брат Например Раньше Я до уверования 26 лет Выпивал То есть Спиртное пил А апостол Павел говорит Не упивайтесь Вином Но исполняйтесь Благодати Духа Святого Вот сейчас С Божьей помощью Так и стараюсь Делать То есть Насыщаюсь Наполняюсь Благодатью Духа Святого Также Хотел Брат А что ты А что ты Молчишь Ты даже Квас Не пьешь Ну это Ну это уже По послушанию Вернее По совету Чтоб даже Кваса не пить Ради воздержания Даже Квасе Ну однако Еще я вспомнил Толкование То что говорят Будут говорить На иных языках А толковать И Блажен Филак Говорит что Иные языки Это если Например Ты раньше Скверные слова Говорил А сейчас Говоришь Божественные слова Это тоже Иной язык У тебя То есть Ты другим языком Говоришь Божественную Сейчас Проповедуешь Благую весть Да Евангельский язык У нас должен быть Не засорять Этим мирскими Словечками Следить за нами Надо Да Кто Не обуздывает Языка своего Тот и тело Не может Обуздать Конечно Это Язык маленький Член Но много Воспаляет Словом Ранить Можно То есть Не забывайте Это конечно Можно Словом Воскресить Очень сложно Да Пожалуйста Да Раньше Все были В поисках Приключения А теперь Все В поисках Бога В поисках Святости В поисках Спасения Брат Я еще могу Привести Пример Вот Например Раньше У меня Все время Была тягу Куда-то Путешествовать Ну то есть Был Когда еще Не верующий Я везде Ездил Меня Очень часто Работа Различная А сейчас Мне это Перешло От того Что Есть Тяга К благовестию То есть Мне нравится Именно Когда я В пути Там Мы По деревням Когда ходили Обходили Тут Села По Алтайскому Краю Вот Это Для меня Само То Как говорится Я для Этого Я просто Рожден От Бога Как говорится Ходить Из Дома В дом Из Квартиры В квартиру На улице Проповедовать Евангелие Я думал Ты сейчас Скажешь Раньше У меня Был Дух Туризма А теперь Дух Монашества Я запелся В кель И сижу Противоположность Должно Быть Если Выпивал Теперь У вас Держивайся А тут Вектор Поменял Это Тоже Противоположность Я Так Пошутил Еще Примеры Пожалуйста Ну И К тому Уже Час Прошел Если У кого Есть Вопрос Когда Тихо Ничего Милости Прось Что Нет Вопросов Ни У кого Или Все Все Знают Или Научились Не задавать Вопросы Такие Богатые Материалы У нас То Что Может Действительно Так Вопрос По Различению Духов Как Все Таки Мы Различаем Дух Каким Образом Мы Это Делаем Как Это Различить Духа На Каком Это На Чувствии Это Основанно Или На Чем И На Тихо Меня Отвечать Да Да Вот Простой Пример Берите Встретился Какой-то Человек С вами Разговаривает Сегодня Говорит А мы Считали Библию 90% Примера Считали То есть 90% Сбрехали Не считали Опыта Никакого Нет Поэтому Поверил Различения Духов Нет Вот Если бы Чаще Был Здесь Об Этом Молился Тогда Бы Вторая Часть Сразу Возникала Ты Глянул Видишь Я говорю Ты Что После Пьянки Там Какой Я знаю Что Он Будет Говорить То Есть Он Лжет Даже Простенько Такое Сказал И Уже Поверили То Это Перед Тобой Враль Безбожник Лжец Побыстенько Заканчиваю Немного Сказал Видишь Он Нахальный Грубый Хамовитый В обыденной Жизни Где-то А когда Мы встречаемся С кем-то Люди Как Переходят Из Православия Куда-то Они Никакого Духа Различия Нет Вот Ну Это Лишь бы Только Не В Ован Степанович Хорошо Он Проповедовал Говорил Ну а то Что От церкви Это Оторван Он Не Церковный А вне Церкви Нет Спасения Вот Илариона Троицкого Вне Церкви Нет Спасения Он Там Все Подробно Описывает Он Секретарь Патриарха Тихона Был В лагере Настолько Его Измотали Отпустили Он Даже И Умер Там Вне Церкви Нет Спасения Твердо Держись Я Вот Сейчас Думаю Тут Немного Тему Закончу Одну Готовлюсь Подготовлю Как В чатру Рулетки Беседовать Когда Мусульмане Попадают Уже Беседую Уже Знаю Уже Успех Есть А Все Время Продолжаешь Работать Дальше Развещение Духов На Чем Они Они Начинают Толкать Какие-то Слова Вперед Себя Как Щит Берет Теперь Я Смотрю Внимательно Раз Другой Третий На Пятьсотом Примерно Приоткрылась Немного Шерма А Вот Я Сейчас Только Расходимся И я Сразу Думаю Заняться Кораном Выписав Все места Где Говорится Христиане Называются Люди Писания Так Называется Я ему Спрашиваю Ты веришь Что это О христианах Идет Да Это О христианах Сколько Раз Не знает А вот Теперь Мне надо Все в Коране Найти Сколько Раз И где Какая Сура И аят То есть Какая Глава Стих И там Он говорит Что у нас Писание Неправильно Нет Не говорит Люди Писания Я Писание Держу Библию В руках Вам надо Верить В это У вас Это Написано Понимаешь Как вот Все время Надо Ну Искать Где Там Есть Место Где Свет Чтобы Проник Туда В эту Тьму Покой Нам Только Снеится Вот Видишь С вами Связался Сейчас Покоя Нет Родственники Против Так Покой Нужен Иоанн Златоуст Говорит Заодно Это Слово Что ты Покоя Желаешь Себе Покоя То есть Что тебя Не тревожит Тебе Гиены Мало Какой Покой Когда Это Место Борьбы Когда Враг Лютует Ищет Как Рыкающий Лев И он На тебя Натолкнулся Тебе Покой Нужен Ты Вооружайся Каждый День А какое Вооружение Ну а дальше Ты считай Киписянам Там Щит Спасения Возьмите Там Шлем Что назначает Щит Веры Шлем Спасения И ты Увидишь И в шлеме Там у тебя Пробоины Есть И в щите Верить Это Надо верить Всему Что есть Значит На дальше Я гляжу Не тут Не сегодня Даже Раньше В эту Сейчас Турлетки В скайпе Беседуют Поклоны делать Когда Участвовали И один И два Зачем вам Это нужно Но там Дается ответ Который поставили На него Внимание Не обратили В первую очередь Нигде не объясняется Когда начинается Суббота С вечера С шести часов Вечера В пятницу Начинается Суббота Это еврейское Время Но разница От нашего Шесть У нас 24 часа А у них 18 часов Это 24 Был вечер Было утро И мы должны К этому Приноравливаться Не к нашим часам Ну а если К этому Приноравливаться Значит Тогда так В пятницу Вот это Вот Который выставили Вот это Хороший материал Мужчина Сейчас был Вы еще Делать так Какие колено Преклоненные По всем воскресным Дям Когда Делать Не делать Вечером Начинается Следующий день В пятницу Вечером Уже земные Поклоны Не делаются Но На достойной Есть якова истина Всегда делается Вы спорите Там Вижу Прям спорят Считают Это добавлено Где новая скрижаль Семена Солунского Там все Это сказано В какое время Когда что Молитва И тогда нарушается Нет А бывает Что священники Не знают Да большинство Не знают И как Как там Принято Так дело Не согрешишь Ради благощения Вот видите Как вот Дмитрий отвечает Там насчет Чаши Перед чашей Непосредственно Это тело Господне вынесли Тут разговоров Никаких нет Тут вообще Не надо ничего Тело Господне Когда он дважды Священник Чаши благословляет Значит Два земных поклона На оба раза Тело Господне Поди ниц Тут даже Толковать не о чем А вот Воскресенье вечером Уже понедельник Начинается Можешь делать Земные поклоны С шести вечера По нашему Можешь делать Земные поклоны А вот Пасха Христова Святись и святись В новой Иерусалиме Слава Богу Господне На тебе во сия Ликуй ныне Веселись о Сионе Ты же чистая Красуйся Богородица Восстание Рождества Твоего Пасхальное Вместо достойно Достойно не считается Но достойно Земной поклон И святись и святись Тоже земной поклон Первый день Пасхи На Пасху не делается До сорокового дня Не делается А эта молитва делается Там исключения делаются И когда считается Господи Иисусе Христе Сыне и Божьей молитвы Ради причисления Твоей Матери Вот это Это без крестного знамения Всегда Всегда В любой праздник До на 10 пасхальный Иисусу Христову праздники Всегда делается Вот и все Встало на место Вот у нас это так и соблюдается Не больше Это все в новой скрижале Написано так? Да Вот все это у нас есть Возьми ты Новый скрижаль В руках не видал Может быть У меня книга эта есть Хорошая Новая Божидан двери Из Симеона Солунского Это большой том Подробно все это Описывают Ну а дальше Вот которого сейчас показали Мужчина Там вопросы-то задают Правильно говорит Есть разночтение В некоторых храмах Но ты делай так как то Вот у нас был этот Роман Он затеял Говорит Придите Припадем Надо делать поклон земной Надо А они не делают Ну не делают Ну и не делают Что тебе это Ему скажи один раз И отойди Ну зачем давить-то на своем Он подчинился Нет не подчинился Не делает Вот когда делает И нельзя делать Это заметнее Ему можно сказать Не делать Не делать И тот кто-то не делает Тот поступает лучше Не делает Даже совсем не делает И тогда лучше будет Много причин не делать Спина больная Там Еще что-то Еще люди могут подумать так А знать надо Ну тут даже говорите Что там знать Такая мелочь Я например Даже ну Даже думать-то не о чем А надо ли за руку здороваться Зачем Ну они верующие Поздоровайте Вот в Талмуде У евреев Это все обговорено Все абсолютно Мелочное-мелочное Но оно помогает Сохранять мир Вот евреи пойдут Проповедать свое учение К мусульманам-буддистам Нет Они обходят море и суш Это о них сказано Не пойдут сегодняшнее Им это не надо Главная задача стоит Не приобретать А никого чужого В нашу среду не допустить Какой он еврей Полный еврей Или полукровка Им нужны солдаты Женщины все служат Вот и весь сказ Вот прям на свое давит Это Не надо это делать Подсказал ему Все ты У нас так принято А в другое место пойдем Там где есть Кроме двух этих раз Я делать поклоны Не буду земной И ко мне претензий Никаких быть не может Не делание вот это Оно тебя не выделит Из толпы А делание Где не надо Запрещено Тем более на коленях А про колени вообще Колено преклоненная молитва Называется Это на троицу Показывают Когда Крестовозвиженское У нас все распределенно Но это Не влияет На спасение Не влияет Не смертельно Но Желательно Чтобы было синхронно Все Одинодушны Одиномысленно Эти слова Как раз Относятся к этому Порядок Иногда вот Лежу Тут В скайпе Прямо спорят Один друг Так охота Я бывает иногда О десяти Не заговорили Я выставил Стихотворение Гляжу Тогда они переключились На него И бывает Уже Третий час ночи У нас здесь Они все Все спорят Тогда я что-то Скину Какой-то материал Гляжу И все пошли спать Отвечать уже нечего Надо серьезное Серьезное Намерение иметь И серьезные 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 Книги считать И дальше Ты будешь Более снисходить К немощи брата Он не знает Ну подскажи ему А он не послушал Ну сегодня не послушал Может завтра Возьми двух Трех У нас же Обговорено Это Ну еще 15 минут Еще Наше время Можно вопрос Да Да Слава Иисусу Христу Мир всем Вопрос такой Что делать Или как обнаружить В себе беса Вот у меня есть Подозрение Что во мне Какой-то бес Я общаюсь С одной ученицей Вашей И созваниваясь По скайпу Очень часто И обнаружила Ну Стала наблюдать За собой И обнаружила Что Спокойно сидеть Не могу Когда с ней Разговариваю Вот у меня Был конкретный случай Когда в руках Был кабель телефона И я общалась С ней И вот я Мысленно общаюсь С ней А руки Делают то Что хотят Меня это Пугает Так вас Пугает Что Она именно Бесноватая Так я понял Я Я Я Подозреваю Что Во мне Бес А Тебе Ну Это Правильно Рассуждение Так и Должно Быть Потому Что Может Быть У нее Сильная Такая Вера И Дьявол Беспокоится А я Думал Вы Думайте На Нее Нет 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 Вот А как Распознать Что За Бес И Как Побороть Молитвами Постой Я Постом Я Рождественский Пост Начала С Трехдневного Поста Два дня Я ничего Не ела Не пила И На третий День Дала Посолбление В питье Вот Я Вчера У меня Было Все Хорошо И Сегодня Я Уже Чувствую Что Что-то Не Так Да Я Что-то Чувствую Знаете Про Чувство Ничего Писание Не Говорит Нам Речь Идет О Вере Иногда На себя Напускает Человек Этот вопрос Многограммно Можно Рассматривать Зачем Тебе Об этом Думать Даже Что-то Не Так Руки Там Делают Достань Да Помолись Руки Пускай Щетки Перебирают Вот Возьми И Стой Молоти Поклонами И Лишнее Уже Отойдет Это Сильно Помогает Шелуху Отбросить Хорошо Благодарю Спаси Христос Маленько Попроще Относитесь К этому Не Напускайте На себя Это Это Ничего Не Дает Все Во мне Мужик Один Вернулся Из города В деревню Доказать Еще Не Может Все В Тобе У Льва Толстого Написано Вот Все В Тобе И Есть Должен Учился Говорить Слово Интересное Действительно Он всегда Говорил Двестительно Двестительно И главное Такие Знатоки 1861 год Это Лесков Николай Семенович Писатель Пишет Ну и один Там такой Знаток Заявился Вот к нему Подходит У меня Три дочери Четыре сына Мне сколько Земли дают А он Открывает Там Ну так Какая-то Вот Там-то Главы стих Тогда еще Не было А он Открывает А ну строчка Какая И говорит Писание В Откровении Написано Так Тебе Столько Земли Дадут Ну ясно Дело Что Мужик Надумывал Ответ Сколько Десятин Дадут Земли Это и Важный Вопрос Был Но По Библии Определять Сколько А вот Можно Как бы Еще Сюда Сказать Вот Головин У него Там Одно Есть Ну как Проповедь Он говорит И женщина Встает И подходит Прям в храме Он сидит А люди Там вокруг Сидят И женщина Встает К микрофону И говорит А я вот Богохульствую Вот я бесноватая А в чем Говорит Выражается А мне хочется Говорит Когда я Молюсь Вдруг хочется Я смотрю На икону Богоматери С младенцем Христом И хочу Ругаться Вот Что мне делать И так далее И он Начинает Вот там Ей отвечает Там Какие-то так Заумно Все Такие ответы Непонятные И как-то Человеку Еще больше Охота Об этом думать А вот Вы отвечаете Просто Вот если бы Так же Ответили Этой женщине Может Может быть Она от многих Богохульства Отказалась Ну допустим Меня бы Она подошла Сказала Я говорю Ты вообще-то Любишь Бога Начал бы отсюда Значит Это не твои мысли Ты можешь Богохульствовать Нет Явно дело Тебя смущает А ты Объяснение находишь Этому какое Тебе Бог Что-то плохо Сделал Нет Ну знаешь Не закон Это не твои мысли Он влагает тебя А ты отвергай его И скажи Нет Я не богохульствую Она не может разобраться Просто и понятно Сотвори молитву Скажет Отодей от меня Сатана А ты Соблазн Все ты лжешь Как Тарасий умирал Они ему представили Целые хартии Патриарх Тарасий И вот там Он тогда приподнялся Маленько на локтях И говорит Все вы лжете Ничего Этого Не было И демоны Отошли Ну зачем К ним слушают Они лыгуны Как это У Лескова Там есть Очарованный Странник Они к нему Начинают Свечку встать Встал около Аналоя Свечку Одну трос Ставят Люди передают А он другую задел Она упала Он ее стал Цавить Локтем-то задел Еще две упала Но он понял Что это бесенят Они как ребятишки Мешаются Он тогда как ударил По этому По аналое Все свечки свалил Вышиб их оттуда Раз такое дело Вы хотите Чтобы Наслаждаться Моим Поражением Вот вам Ну ясно дело Что его Не одобрили за это А как Да никак Я хулить Его не могу Бог для меня Делал только доброе И сегодня Такой день чудесный Сатана Отойди Него же Это не мои мысли Я не могу Его хулить Я могу прославлять Я люблю Моего Господа Вот и все А больше Не подходи Сатана Тебе говорить Не буду Ты осужден Где-то Тебе покаяния нет А мне покаяния есть И ты завидуешь Мне Эх ты несчастный Ты небо потерял Ой как он не любит Он от тебя так нырнет И только в земле дыра останется Игнать Игнать А у святого Павла А у святого Павла Припростого было Когда бесы там Решили над ним Чтобы он засмеялся Толкались Скалу там Что-то Перед ним Нет А Толкали Толпой А он говорит Улыбнулся Там засмеялся Засмеялся Согрешил Он говорит Да нет Я просто смотрю Памба Памба У Павла А да Все Он никогда не улыбался Они решили его рассмешить Они взяли пушинку одну Пушинку Веревками И тащит Ой-ой-ой Помогите Не могу А он улыбнулся Они тогда в ладоши захлопали Все Рассмешили Рассмешили А он говорит Да смешно же Какие вы бессильны Одну пушинку Пушинку одну Воробиную какую-то Тащите Толпой Не можете унести Ой-ой До чего же вы бессильны Они заскрежетали зубами И все Ничего не осталось Надо знать Как сказать Ну то что вот эта Женщина сейчас Которая вопрос задала То что она обратила И к себе взор Это недалеко Как говорится Ты от царства небесного Да Ну просто ее Утешить одним Что это не твои мысли Тебе он влагает Ты любишь господа Ты же любишь его Да любишь Ты знаешь Что он из тебя умер Знаешь И знаешь Что тебя в любое время Примет и простит Знаю Ну как ты можешь Его богохульствовать Как Даже подумать страшно Так успокойся Сестра Иди с Богом Молись И отвергни Вот одет меня сатана Ты мне соблазн Все И она пошла утешена Тебе не надо мудрить И все по слову Божию То есть сатана Вкладывает мысли С целью Чтоб человек подумал Что это его мысли И отчаялся от этого Это сплошь и рядом Это житья святых Этим переполнено Не так страшен Черт Как его молюют Он хочет показать Что он всезнающий И мысли наши читает Ну вот интервью с дьяволом То он и говорит Мысли я считать не могу Но я смотрю По выражению лица И проще Вижу Вижу Говорит Около витрины Человек раз Другой прошел Смотрит Я гляжу На что он смотрит Теперь я продавца Своего давлю И вот Ты задержи Этого мужчину Поговори с ним Его купить надо Что тогда В кредит взять Ну и все Полонили его В плен взяли Он знает психику Я могу сделать Колебания молекул Может сделать А создать не могу Ни одной молекулы Ему не дано этого Вот иногда Какой-то порядок В интернете дается И только я жму А он еще нет То есть Там порядок Перед этим еще Я должен две кнопки нажать И тогда откроется Я вот много закачиваю И еще мне помогают Закачивает администрация А теперь На 55 папок Вячеслав Николаевич Сделал Картинки И какую картинку Ставить Это сколько Времени у меня Отнимают Но по-другому Никак А другой бывает Ты не знаешь Какую картинку Вот Почему нужен Поясок Ну куда Там же папки У нас Ну так Примерно положишь А он Ситана Там может быть Еще что-то На куроресе Это только делов Курить я Бога не могу Не могу Верующая Сына Божия Не грешит Рожденность выше Так Игнать Игнать Помолитесь Это Еня ко мне Переехала Енафа Сейчас только Приехала Располагается Располагается Ну хорошо Слава Богу Так братья Сегодняшнего дня Вот Мы посоветовались И благословение Игнать Итихнович дал Задание будет Домашнее Даваться Всем кто Участвует В этих занятиях Задание Простое Выучить Один стих Библии А каждое Занятие Один стих Следующим Вот следующее Занятие В нем Будет проверка Что все выучили Те кто здесь Участвовал Я специально Запишу Всего лишь Один стих Мы будем Так по темам Проходить Вот допустим Сегодня мы начнем С темы У нас будет Неделя целая Такая тема Это Священное Писание То есть Мы будем Из Библии Учить стих Который касается Священного Писания Что это Нужное И важное Дело И вот Я вот сейчас Скину Картинку Пожалуйста Это вот Надо будет выучить К завтрашней К среде Вот этот Вот этот Стих Писания Все Его можно На работу Взять Выписать Его можно В телефоне Просто Картинку И посматривать С утра Раз повторил Вечером Там Днем Походил Повторил И так К следующему Дню А следующее Занятие Следующий Стих Будет И так Пойдем Постепенно Учить Стихи Библии Вот так Братья Все Поставь Й Чтобы было Они все Й Я прошу Верните Буквы Й Везде Где она Положена Все А тут Это все Й Так Всполнить Все Ну сейчас Я это изменю Не По главе Евангелия Там Мы не дойдем Никогда Просто Никуда Не придем А тут Мы Допустим Три стиха По описанию А только Основное Будем Потом По Допустим Смертное Ну то есть Что Христос Умер За наши грехи Вот Три стиха По этой теме Потом По противосектантской Допустим Что необходимо Рукоположение Там Титу 1.5 Второй Тимофей 1.6 Там Деяние 20-23 Что-ли По-моему 14-23 По-моему Такое Потом И вот так По всем темам Будем Расходить Источник Обязательно Запоминать То есть Книга Название книги Глава И номер стиха Это обязательно Солженицын Букву Ё Сказал Чтобы во всех Его литературных Произведениях Ставили Иначе Чтоб даже И не печатали Если без Ё Ну да Я давно Бьюсь за это Везде Ставлю Ё Где бы Не пропустить Во втором Издании Трехтомника Нового Завета Даже Переборщили И туда Начали ставить Где и не надо Это Не мы Ставили Это Система Поставила А проверить Уже было Некуда Некому Оно Выбрасывало Целые страницы А уже Мы отдали Печатают Нового В этом Горно-Алтайске А мы Не знаем Что будет Только в готовом Виде получаем Мы сверяем Столько Корректура Была А они По-своему Сделали Не люди Машина Ну вот так Вина Ничья Ну а я Когда читал Я вот эти Все места Отметил себе Думаю Может Коррекорректировать Когда будут Игнатий Тихонович Нужно ли Проповедовать Пьяным Что такое Нет Ни в коем Разе Нельзя Пьяным Проповедовать Ну так вот Почему-то В чат рулетки С пьяными Разговаривают К чему Это не надо Мне тоже Так кажется Потому что Они все равно Ничего не запомнят Мы когда Благовествовали По городу С курящими И те кто пиво пьет Не Ну с пьяными Тем более А бомжи Если идут Грязные Вонючие Но трезвые С ними Беседовали Насколько можно Евангелие давали Материалы Я сегодня Батюшке говорю Вот красные Евангелия Говорю Можно выписать В Казахстан Или нет Он говорит Да Вот у нас же есть Я говорю А давайте Будем раздавать Зачем Чтобы они Выкидывали В мусорку Мы вот тут Сейчас Говорят Крестим И раздаем Я говорю Они тоже В мусорку Могут кинуть Не хотят Никак Можно пример Привести Мы с братом Сергеем Пупковым Как-то ходили По городу Осинники Ну и я говорю Давай договоримся Что к пьяным Не подходить Не благовествовать Им Он говорит Ну давай И идем И как раз Три мужчины идут Спокойно идут То есть не шатаются Ничего Я к ним подхожу И начинаю им говорить А они оказались Выпивши Он говорит Вот ты как раз И попался Сам же На свои же слова Боремся Да вам нужно Определять Пьяный или нет Это мне напоминает Сразу такое Случай был Будто бы едут Жарко же летом Почти Раздетые Ну и в вагоне Сжали И мужика Прижали к женщине А она Тебя фыркнула Сразу Пьяный Тебя так Дует Прямо Противно На него А мужик Сразу голову Поднял Да Получка была Выпил На свои Я завтра Просплюсь И опять Треза А у тебя Ноги кривые Так и останутся Насчет Никите Никите Две посылки Две посылки Одна Дошла Другая До сих пор Неизвестно Дошла ли Или нет Общение с ним Потерял Вот так Вот Опасно Лучше Могу Спаси Христос Будем искать Они доброжелательны Слава Христу Нестор Незнание Закон Не освобождает От ответственности Они Не лишают От ответственности Да Ну что Молимся Не спасибо А спаси Христос Или спаси Бог Или спаси Господь Ну столько В общем Не уже Ну прям Никуда Не годится Несторолько Достойна Есть Якова Истину Блажит Этя Богородицу Пресноблаженную И пренепорочную И Матерь Бога Наш Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Безыстрения Бога Слово Родшую Сущую Богородицу Отвечаем Всегда земной поклон Здесь Кто может Сделать Рахиль Помолись Господи Благодарим Тебя За то Что собираешь Нас Под Твоим Покровом Здесь Чтобы мы Получали Духовную Пищу Твою Распу Распусти Ну Не смогу Даже Не пробовала Никогда Да Да Я подумал Если можешь Это было бы Неплохо А Слава Тебе Божьей Можешь Сказать По казаху Нет Я не пробовала Говорю же Даже Надо Попробовать Как нибудь Отхожу Закрываюсь Спасибо Христос Аллилуйя